И снова всем здорова, друзья! С вами, как всегда, Джексон, и это вновь Creature in the Well. Мы вновь с вами возвращаемся в эту гору, где живет здоровенная такая огромная тварь, которая вон там вон слева сидит, периодически выглядывает, сука. Кто не помнит, что тут происходит, рекомендую пересмотреть первую часть. Ну а так быстренько. У нас есть город, который окружен вечной песчаной бурей, и который нам надо спасти. Спасти его, видимо, можно, активировав какой-то механизм внутри вот этой горы, которая охраняется, опять же, вот этой тварью здоровенной. И нам, видимо, сначала нужно найти этот механизм, потому что мы его пока не видели. Да, с прошлого раза я нашел лечилочку, но плюс там подписчик мне подсказал, все-таки, что я еще в той большой комнате пропустил лечилку. Ну, я думаю, мы на нее посмотрим. Я ее заметил, да, уже когда монтировал видео, но не суть. Отправимся дальше. Посмотрим, что нас ждет дальше. Да, ну же не забывай, что у нас там справа есть карта. Ёб твою! Матерь! Сука, это ж маленькая индюшка, какого хера так страшно? По-моему, он там сказал, что я был занят. Только при чем тут я? Что-то там про открывание замков. Открывал замки, включал машину. Неиспытывай мое терпение, инженер, я уничтожил многих до тебя. Пошла отсюда. Вот же тварь. Ты напугала меня. Видимо, мы приближаемся к какому-то важному элементу механизма, раз она прям так вот в этот раз на нас накинулась. Так, давайте тут заправим. А, пять тысяч мы заправили чего-то куда-то. Сука, как я обосрался, а? Какая неожиданная мразь. Опа! 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 Что это? Что это? Это битва с боссом? Это типа вот этот? Штукинь? Опа! Я не могу эти фиговины отражать. Я не могу с ними ничего сделать. Вот ты. Вот, значит, что мне надо делать. Мне надо ее поджидать. И делать как-то вот так, наверное. Ай! Ага. Я могу их отражать этими фиговинами, да? Ээээ, шариками, шариками, шариками. Ай, блин, надо шариков набрать. От них надо избавляться. Давай, тварь, вылезай, я готов. А, мне нужно вот в эти механизмы попадать в красные. Да не туда, блин! Что ж я такой несобранный? Вот так мне надо делать. Давай, где ты, тварь? Я тебя жду. Да не туда, не туда! Да что ж вы не туда летите-то? И че это было? Ага, интересно. Я не понимаю. Вот, серьезно, я не понимаю, че надо сделать. Они теперь еще и меня бьют, да? Нужно просто... Они нужно просто выжить, что ли? Или че? Мы же... Мы же... У меня такое чувство, что... Ай-яй-яй-яй-яй, их становится больше. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Стойте, стойте, шарики! Стойте, стойте, стойте. Стойте, стойте. уходи тварь уходи поймал оба поймал полин у меня хп мало осталось опять эти штуки биться начинают ой да блин уходи и вы не ты уходи да я видимо ей пока пока что возможно я и навредить не могу я почему-то думаю что только пока я сдох твою мать это штука меня забирает и на мусорку а то есть вот так да она меня не убивает она она просто меня выбросила из уровня снова ты это новый век инженер это это все мое и здесь нет места для тебя у тебя был шанс спасти этот город и ты проиграл но ничего мы научимся когда мы встретились с тобой в горах твой вы колеки фрухнул чё за хрень не надейся что ты сможешь меня игнорировать мимо тебя же не пройти ты такая огромная этот город оказался в ловушке внутри этого шторма и я здесь чтобы убедиться что так она и останется эта тварь явно что-то имеет против этих людей и она походу думать что мы ее не победим но теперь мы все таки знаем что мы бессмертно она нас убить не может теперь можно не бояться там погибнуть примеру и все 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 провалить здорово мужик да дофига во мне огня можно у тебя чуть купить не знаю трансфер койл онлайн оффлайн интересно а о чё то можно было взять black's metroid ух ты а я прошлый раз того не заметил и что это блин я не успел прочитать так у нас есть инвентарь да вот он вот он инвентарь так это у нас труба кстати мы можем трубу взять я думал мы ее потеряли а она вот здесь так это у нас значит у нас ведь есть два вида оружия получается это оружие для удара оружие для зарядки шариков и кейпс вот это вот я пока не знаю как это переводится но я тут потом напишу такой что это такое значит старая тряпка которую использовал кузнец похоже она ему больше не нужна но не знаю может правда пригодится это вот core level 1 level 1 значит мы наверное сможем это действие как-то прокачивать да ok ладно давайте посмотрим что у нас есть эта карта которую мы открыли пока были под землей карта видимо именно того уровня который уже находится непосредственно после вот того как мы упали в эту дырку да наверное проще так будет сказать тут опять ничего нету да там кстати какие-то были опять слова кто-то что-то говорил но я так и не увидел дохары уже туда-сюда прыгать окей ладно возвращаемся в город попробуем а это смотрите это это плащик он плащ у нас на спине появился все понятно ладно возвращаемся здесь у нас есть лечилка да вот она прошлый раз я ее почему-то не заметил но я не мог подумать что это лечилка поэтому видимо не обратил на нее внимание это мы разбить не можем мужик ты нам чем полезного можешь сказать святая корова ты и открыл ну да я умелый парень окей если собираешься туда я хотел бы тебя предупредить не ну я понимаю что там когда херня ждет ну валяй посмотрим что ты там можешь найти но будь осторожен существу в колодце не нравится когда кто-то возится с машиной но это мы уже заметили в этой твари явно какие-то свои цели есть чтобы этот шторм продолжался над этим городом кстати кто не заметил это блин лягушка огромная покатаемся на швабре вы вода не время сейчас развлекаться так дверь у нас открыта интересно что будет когда вот эти вот все поднимутся так эти пола резервса мы видели то хобана хобана а это телепорт пошла отсюда мразота попрыгать на руке и можно чтоб ей больно стало давайте-ка мы попробуем вернуться там по моему были еще пути куда можно было пройти я когда монтировал видео засек одно место где открылся секретный проход но я бы не увидел а блин фиговина я же я раз выключил ты шо делаешь так видимо с каждым разом когда мы заходим сюда опа опа а я застрял как и что охренеть я застрял как мне свалить я могу как-то по карте перемещаться хилин компли а это у нас понятно отметки ладно с этим разберемся потом храм это настройки ладно понятно как то мы можем переместиться не знаю кучу сейчас нажал это ядро как-то помогает нам перемещаться видимо не знаю как но эта хрень меня спасла отлично будем знать на твою я опять зашел в эту блин тыру чертова ускорение так сейчас надо вернуться получается так да блин опять забыл эту кнопку нажимал ой реакция херовая на мне нужно притащить с собой шарик притащить с собой шарики я думаю конечно что так задумано но я могу это сделать офигеть я застрял то есть тут реально можно застрять в текстуре вот серьезно а вот интересно блин я сейчас сам вспомню где открылся секретный проход наверное что не вспомню да уйди вот здесь вот он открылся да я все-таки помню вот он а я тогда даже не заметил я когда монтировал видео пересмотрел обалдеть фан блэйд это лопасть а это еще одна какая-то пушка позволяет своему владельцу перезаряжать энергию шара когда шар получил энергию от внешнего источника она походу может лечить меня от шариков серьезно да она не может быть такого нет я наверно неправильно перевел описание так сюда сходим еще у нас там по моему были было перепутье какое-то они там вот мы же можем карту посмотреть что я туплю нет там у нас не было у нас было перепутье вот здесь наверху после вот этого места до лопку быстро и чуть-чуть и как он быстро носится обалдеть можно вообще в мах просто преодолевать уровне вот здесь да вот здесь еще какой-то проход ведь открылся тогда но я в него тогда не пошел давайте сходим мало ли там еще какая штуковина лежит оба дохлый инженер старое ядро взять резерв баннер старое ядро так чуть мы подобрали это как я понимаю просто плащ и он ни на чё не влияет да не знаю давайте вот по их можно сразу 2 10 нет вот этот только до старое ядро можно починить попробуем я могу здесь что-то сделать что-то нажать что-то потыкать что-то включить не да не могу то здесь просто просто ядро просто ядро и просто плащ ну ладно окей назначение плаща мне пока не понятно в плане зачем она нам но я думаю пригодится да тварь отстань я все равно к тебе и туда и дожди у меня походу нет выбора как идти к тебе отстань отстань фу ты противная и судя по всему какой-то какой-то гигантский робот прям гигантский огромный и возможно тоже какой-то типа инженер или чё-то подобное болен страшно сейчас подойду сюда и опять уеду вниз уезжаем вниз ну ладно попробуем навредить моей судя по всему не можем давайте попробуем да навредить мы не можем этой штукой мы можем просто дополнительно выключать вот эти фиговины но опять же там вот есть вот эти шарики чем они там не знаю имею ввиду с которых можно что-то в этот раз они по моему быстрее начали включаться нет вам не кажется а я как понимаю нам нужно нам нужно просто выжить я правда не понимаю зачем надо вот эти херовины включить все получается и тогда мы продвигаемся наверх я что-то в прошлый раз не заметил после чего мы поехали вверх и вот отлично существо исчезло окей то есть мы с ним не сражаемся мы от него просто сбегаем окей ладно будем знать на будущее это хорошо чуть-чуть подфармили значит очки нам пригодятся но у нас аж какой здоровый механизм и что это у нас здесь исследовать запись журнале 180 я работаю до поздней ночи каждый день каждый день в город прибывает все больше людей спасающихся от гигантской песчаной стены я должен закончить работу быстрее так нового нам ничего не скажет да окей ладно чё здесь исследовать запись 240 эта часть машины использует какую-то особую энергию которая продолжает привлекать местные растения и обеспокоить что через какое-то время растения заполняют тут все окей кстати смотрите филипп филипп фрок это филипп лягушка это возможно дед вот этого уборщика который там стоят потому что он рассказывал что он говорил что дед ему там много чего рассказывал ага пауэр резервс как раз таки который мы искали окей давайте сначала мы исследуем вот это 427 запись работа по завершению машины кажется продвигается как и планировалось но из темноты в горах доносятся шумы я не знаю инженеры это за работой или что-то еще кажется он как раз таки вот слышит эту тварь напоминание увеличить резервные мощности для уменьшения вероятного полного сбоя питания мы должны быть уверены что один из инженеров сможет вручную восстановить электропитание всей машины переходя из комнаты в комнату интересно так но я как понимаю нам нужно активировать вот эту штуку это не восстановлено какое-то монолитное и хорошая музычка красивая я как понимаю мы сделали хорошо судя по карте здесь есть какой-то переход куда-то и я как понимаю это вот здесь да да и правда это вот здесь этнера лифт наверх да смотрите это лифт сюда обалденно эй мужик вы покатай меня вы и давай катаемся 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 и давай вот так блин сейчас не получается мужик прикинь я включил я включил у меня получилось чувак это случилось ты заставил один из этих камней включиться если я правильно помню механической колонны на платформе наверху это разные части нашей семейной машины то есть это все-таки вы ее до построили ваша семья извини я думаю это в какой-то мере и твоя машина тоже но я пока так и не определился чья она роботов или этих лягух никто не помнит ее реальное название интересно что здесь было что появились такие гигантские разумные лягухи я называю ее какая-то погодная хрень и я я немного смущен что сказал тебе это чё такое нормально все мужик ну как обычно ничего не полезного воспоминания и так далее так вот у нас активировалась вторая херовина погнали сейчас вылезет еще одна штука две а вон смотрите здесь на них обозначены уровни которые они открывают здесь вон розовенькое что-то lockdown systems а понятно подает питание на системы защиты видимо окей а это базы данных давайте сходим базы данных то есть одна и та же дверь открывает нам проход в разные части механизма это интересно пойдемте сходим посмотрим изменилось ли что-то в городе после того как мы подали питание я правда не думаю конечно что-то поменялось но кто его знает и пойдемте поговорим с этой тварью в колодце она явно должна быть недовольна тем что мы включили питание ты пытаешься вернуть надежду миражу и его людям ну мираж это город получается вот этот ты не достигнешь успеха посмотрим что может сделать один там где сотни потерпели неудачу о как интересно сотни интересно до нас уже пробовали сотни инженеров что-то эта тварь умалчивает ладно давайте заглянем еще а давайте кстати заберем вот эту ложку ну я почему-то Amester я почему-то думаю что это ложка она а ладноаши ложка-то она ложка-то она тоже для зарядки идет хе-хе-хе все понятно ложку для зарядки идет я думал она тоже как ударное оружие все понятно так и давайте посмотрим изменилось ли у него что-то о интересно мы можем прокачать ядро конечно прокачать так окея что это нам даст а все понятно для прокачивания нашего ядра нам нужны старые ядра там было типа нужно старое ядро и что это нам что нам дал апгрейд ядра кто бы знал наверное хп больше или может быть я смогу захватывать по 4 шарика кто знает уж тут новое базарит что ж моя машина снова начала работать ну да я старался мужик чтоб она заработала ты имеешь к этому какое-то отношение естественно здоровенный мой я думаю я должен тебя поблагодарить я могу улучшить твое ядро если у тебя если у тебя будут нужные запчасти у меня есть старое ядро которое мы сможем с тобой использовать возьми его надо на трансфер койл и что-то там он добавит тебе мощности да вот он нам и сказал собственно говоря что теперь находя использованные старые ядра мы можем улучшать свое и он кстати что-то еще есть она это это старое ядро которое он нам создал в процессе разговора и того у нас ядро третьего уровня знать бы только чем нам это помогает но по логике как-то должно же улучшать раз есть прокачка окей давайте в архивы сходим уже в следующей серии ставьте лайки ребята подписывайтесь на канал будем дальше путешествовать с нашим маленьким роботом по глубинам этой горы и увидимся с вами следующей серии крючер ндвл пока пока